Привет, друзья! Вы смотрите канал Анапчане. С вами Максим Грушко. Сегодня в Анапе 5 июля 2020 года. Я нахожусь на улице Терской, рядом с пресечением улицы Терской с улицы Гребенской. Это самый центр города-курорта Анапа. У меня за спиной гостевой дом Виват, который расположен в Анапе по адресу улица Терская, 119А. Приложаю вас сегодня посмотреть номера этого гостевого дома, которые обладают всеми удобствами для комфортного отдыха в Анапе. Затем мы пройдем с вами от этого гостевого дома по улице Гребенской до центрального пляжа. Посмотрим, что есть по дороге, какие товары, услуги. Выйдем на центральный пляж, посмотрим, как там сегодня обстановка и полюбуемся морским простором. Пойдемте! Ну и сразу сориентирую вас, чтобы вы точно понимали, где находится гостевой дом Виват. Вот, если по улице Терской пройти один квартал в ту сторону, то там будет центральный рынок, автовокзал. Если по Гребенской, которая вот здесь рядом, пройти один квартал направо, там будет улица Крымская, городской театр. Если один квартал налево пройти, там будет улица Горького. А если по улице Терской пройти один квартал в ту сторону, то мы выйдем на центральную площадь, к центральным фонтанам цветомузыкальным, которые по вечерам устраивают замечательные, колоритные представления. Ну что, пойдемте смотреть номера. Рядом, кстати, есть банк. В данном случае это Варлосип банк. Заходим во двор. Смотрите, достаточно просторный двор. Здесь, возможно, парковка автомобиля, если вы приезжаете в гостевой дом на своем автомобиле. Достаточно просторный двор с озеленением, с цветами, в частности с розами, с террасой, где можно посидеть вечерами, отдохнуть за бокалом лимонада. И позже я вам покажу еще одну особенность этого двора. Заходим в просторный холл. Здесь также есть столики, за которыми можно посидеть, отдохнуть днем, вечером. Средства для дезинфекции рук, пожалуйста. И пройдемте, сразу посмотрим двухместный номер на втором этаже. Лестница здесь очень удобная. Высота ступенек небольшая. И подниматься по ней очень легко. Итак, это двухместный номер стандарт. Широкая кровать. Сплит-система. Кресло. Здесь возможно размещение на дополнительном месте, если что. Необходимая мебель, стол, зеркало, телевидение на 20 каналов. Вай-фай скоростной здесь есть. И в шкафу здесь можно разместить достаточно много вещей. Так как этот номер со всеми удобствами, то здесь должен быть холодильник. Его сразу не увидишь, но он здесь вот в этом шкафчике. Видите, и удобно, и не бросается в глаза, когда это не нужно. Такой вот просторный номер. Потолки достаточно высокие. Видите, есть еще прикроватные тумбочки. И помимо основного источника освещения есть также бра для того, чтобы вечернее освещение включить перед сном и потом его удобным образом выключить. В санузле, смотрите, тоже достаточно просторно. Зеркало, раковина, набор полотенец, душ. Все, что нужно для комфорта. Все есть. И в каждом номере вот такой вот мастер-ключ для системы электроснабжения, электропитания. И обратите внимание, здесь такой достаточно просторный коридор, холл, и со второго этажа можно наблюдать за тем, что происходит на части первого этажа. Видите, такое панорамное остекление создает дополнительно ощущение гармонии и пространства. Следующий номер, который мы с вами посмотрим, это двухместный номер повышенной комфортности с одним дополнительным местом. То есть здесь легко могут разместиться три человека, большая двухместная кровать, диванчик. Также столик, зеркало, телевизор, стул, прикроватные тумбочки. Номера, видите, просторные, светлые, сплит-система. И в этом номере есть балкончик, на который можно будет выйти, вечерами посидеть, полюбоваться зеленым двориком. Но сразу скажу, то, что можно не только здесь на балкончиках сидеть, но и мы уже увидели с вами, что во дворе также можно разместиться на террасе. В холле на первом этаже есть столики и также есть здесь терраса на четвертом этаже. Я ее покажу чуть позже. Такой тоже просторный санузел, душевая кабина, набор полотенец. Все, что нужно. Все есть. И также хочу обратить внимание, то, что в номерах повышенной комфортности есть сейфы. Видите? То есть, можно прийти и положить ценные вещи прямо в сейф. Даже это предусмотрено. Следующий номер. Это у нас двухкомнаты. Семейный, так называемый. Комнаты раздельные. В одной комнате, смотрите, тоже простор, сплит-система, большая кровать, двухместная, прикроватные тумбочки, шкаф. Ну, все классно, все четко. Тоже сейф. Пойдемте посмотрим другую комнату. Другая комната тоже, двухместная кровать, тоже шкаф, опять же сплит-система, телевизор. И вот если вы заезжаете большой семьей, две абсолютно раздельные комнаты, но номер один. То есть, с полным комфортом можно отдыхать даже семьями и даже большими семьями. Санузел. Здесь, как видите, ванная, что подойдет даже для маленьких деток. Набор полотенец. Тоже просторно, достаточно много места. Все предусмотрено до мелочей. Все удобно. Вот такой вот уровень комфорта предоставляет гостевой дом Виват. Сейчас мы с вами поднимемся на третий этаж. Покажу вам еще один номер. И потом пойдем на террасу. С террасы открывается вид на море. Ну, давайте все по очереди смотреть. Вот так же еще один двухместный номер со всеми удобствами. Вот это третье место небольшое. Возможно, дополнительное размещение на третьем месте. Пожалуйста, удобный вещевой шкаф. Спецсистема в каждом номере. И большие светлые окна. Но тоже такой санузел, просторный. Все чисто, все четко. Прямо-таки создается такое настроение домашнего уюта. То есть вы приехали из другого города. Проехали не одну сотню, не одну тысячу километров. Приехали на отдых в Анапу. Заселились в гостевой дом Виват. И вы будете ощущать себя как дома. Такой же уровень комфорта. Такая же приятная атмосфера. Обстановка. И удобство до мелочей. Вот мы с вами вышли на террасу на четвертом этаже. Здесь можно расставить стулья, столики. Как будет удобно. И смотрите, какой у нас здесь вид. Вот здесь у нас улица Горького. Там пересечение улицы Горького с улицы Гребенской. Кстати, вот так мы с вами пойдем именно этой дорогой на пляж сейчас. И смотрите, там видно море. Это море в районе центрального пляжа. Также видны горки Аквапарка, Золотой пляж. И также видно колесо обозрения в Центральном парке. Возвлечении аттракционов. Вот такой вот замечательный вид. И несмотря на то, что это кажется, что все уже близко. Но расстояние здесь достаточное для того, чтобы не было вот этого шума гамма, да? Который доносится с района центрального парка развлечения аттракционов. Расположение оптимальное. И еще раз хочу отметить, что очень удобно спускаться и подниматься по лестницам. Они широкие, ступеньки невысокие. Комфортно. Одним словом, комфортно. И на каждом этаже просторный холл. Тоже здесь можно успешно отдыхать. Посидеть за чашечкой чая, чашечкой кофе. Что кому больше нравится. Есть еще на первом этаже двухкомнатный номер. Двухкомнатный семейный номер повышенной комфортности. Расположен прямо на первом этаже. То есть, кто не хочет даже подниматься по лестнице на второй этаж, может заселиться именно в этот номер. Здесь есть сейф. Тоже просторный шкаф вещевой. Вся необходимая мебель. Широкая кровать. Спит-система в каждом номере и в каждой комнате, если номер двухкомнатный. И, помимо всего прочего, здесь есть выход на лоджию. Кресло. Столик. И можно так вот сидеть, любоваться зеленым двориком. В этом номере, так же, как во всех других номерах гостевого дома ВИВАТ, есть холодильник. Так же, смотрите, телевизор. Достаточно большой диагонали, чтобы удобно было смотреть его всей семьей. Санузел просторный. Здесь душ. В нем достаточно много места. Ну и, помимо всего прочего, смотрите, какая у этого двухкомнатного номера большая прихожая. Красота. Комфорт в каждой детали. Пойдемте, теперь покажу, что еще, какой сервис предоставляет гостевой дом ВИВАТ. На первом этаже, я уже сказал, что достаточно просторный холл со столиками. Здесь можно тоже посидеть. Есть кухня, но на ней ничего готовить нельзя. Здесь можно разгореть в микроволновке то, что нужно. То есть, варить суп, например, нельзя, а разогревать можно. Так же здесь можно закипятить воду в чайнике. Есть холодильник, которым можно пользоваться. И есть набор необходимой посуды. Ну и, конечно же, во всех номерах есть холодильники. Еще, так же здесь есть возможность постирать свои вещи. И затем можно сушить либо на сушилках в номерах, либо во дворе можно выставить сушилку, либо можно выставить сушилку на террасу. И смотрите, какое красивое оформление. Озеленен не только двор, но и холл гостевого дома ВИВАТ. Ну а теперь я вам обещал показать еще кое-что во дворе. Вот подойдем поближе. К террасе. Здесь можно так же расставить столики как угодно, расставить стулья как угодно. И пройдем к прудику. И смотрите, у нас здесь не просто прудик, а здесь плавают рыбки, которыми можно любоваться. Замечательно, да? Вот так вот. И так же можно любоваться вот такими декоративными элементами. Красота. Вся обстановка в гостевом доме, вся обстановка, в частности, во дворе этого гостевого дома, она настроена на то, чтобы помочь вам как можно более полноценно отдохнуть. Чтобы вы каждое утро выходили на пляж полными сил и решительности провести по полной, провести полноценно еще один день на отдыхе в Анапе. Ну вот, друзья, мы с вами посмотрели гостевой дом ИВАД, посмотрели комфортабельные, великолепные номера этого гостевого дома. Номера реально классные, по моему мнению, располагающие к отдыху. Контактные данные хозяйки гостевого дома есть в описании к этому видео. И также в первом сообщении их закреплю. Так что переходите в описание. Номера телефона есть. Можете связываться, уточнять и заселяться в этот гостевой дом при желании. В той стороне, напомню, в одном квартале центральный цитомузыкальный фонтан, а нам на пляж в эту сторону. Сейчас мы дойдем до улицы Гребенской, свернем на нее и неспешным шагом придем на центральный пляж. Идти здесь недалеко, вы сейчас сами убедитесь, насколько центральный пляж близко к гостевому дому ВИВАД. Сейчас в Анапе четвертый час дня. Сегодня в Анапе преимущественно солнечно и ясно с самого утра. Вот сейчас только начали появляться небольшие облачка. Температура воздуха в реальных условиях около плюс 33 градусов. Ну, жарко, жарко, конечно же, однозначно. Хотя еще это не предел жары. Вот у нас улица Гребенская. В той стороне, в квартале, улица Крымская. Здесь городской театр. Туда, если еще один квартал пройти, центральный рынок. А мы идем с вами в сторону улицы Горького, в сторону центрального пляжа. Смотрите, здесь сразу мы видим магазинчики, обувь, одежда. Все необходимое, что может понадобиться на летнем отдыхе в Анапе. Видите, летний ассортимент, летняя одежда, летние вечерние платья. Также на другой стороне улицы продаются купальники. Есть точки фастфуда. Вот это торговый центр «Солнечный». Если сюда пройти, то здесь так же много магазинов. В общем, шоппинг можно будет осуществить хороший. Вот улица Горького. В той стороне, если пройти полтора квартала, там будет выход на центральную аллею Центрального парка развлечений и аттракционов. Экскурсии в горы предлагают полеты на парашюте. На другой стороне тоже есть кафе, рестораны. Здесь прокат велосипедов, парковка платная. Овощи, фрукты. Какие запахи летние они источают. Опять же, одежда. Еще это, в принципе, по приемлемым ценам. Да, конечно, есть так называемая курортная наценка, курортная накрутка. Если есть желание сэкономить, то, конечно, можно же сходить на тот же рынок «Восточный» торговый комплекс «Фермерский». Но это нужно идти. Но если нужно все и сразу, то можно, в принципе, купить здесь. Сувениры, тир. Здесь отделение Почты России. Если вдруг захочется послать кому-то посылку из Анапы, то это вполне можно легко сделать. Пляжные товары, круги, кепки, множество сувениров. Полно, полно товаров. То есть, пока идете на пляж из пляжа, вы идете, во-первых, по теньку. Смотрите, здесь какой тенек хороший. Во-вторых, вы идете мимо торговых точек, мимо кафе. Можете выбирать любое, какое вам понравится. Вот на той стороне есть «Бургер Кинг», фастфуд. Также есть общественный платный туалет, стоимость 20 рублей. Чайни продаются. Можно здесь купить чай, потом пойти в гостевой дом, заварить его. Еще одна платная парковка круглосуточная здесь есть. Заварить чай и вечерком сидеть, попивать чаек, кофеек. Прогноз погоды на ближайшие 10 дней обещает, что в Анапе будет преимущественно ясная солнечная погода. Температура воздуха будет от плюс 28 до плюс 32 градусов. Но это в условиях тени. Если будет солнечный и почти безветренный день, то в реальных условиях температура воздуха на пляже может разгоняться и до 35 градусов и выше. Проходим мимо аквапарка «Золотой пляж». Сегодня аквапарк пока что еще закрыт, но ждем его открытия уже со дня на день. Там все готово. Можете посмотреть предыдущие видео на нашем канале. Я проходил вдоль аквапарка, показывал, что там на территории. Там уже вся инфраструктура готова и ждет официального разрешения на открытие, чтобы уже начать функционировать и принимать посетителей. Если пойти в ту сторону, то как раз можно будет пройти вдоль аквапарка и выйти опять же на территорию Центрального парка развлечений и аттракционов, на территорию парка «30-летие Победы». И вот мы уже почти подошли к пляжу. Непосредственно возле входа на пляж множество кафе. Смотрите, одно кафе за другим. Вот реально идете, выбираете любое понравившееся и заходите, заказываете там обед, ужин, завтрак, все что угодно. Если там что-то не понравится в одном кафе, можно сюда перейти в другое. Но ввиду того, что кафе заинтересованы, в каждом клиенте они стараются работать качественно, борются за клиентов и стараются сделать так, чтобы вы к ним один раз зайдя, уже весь отдых ходили именно к ним. Все, мы на Центральном пляже. Квас, мохито, так, стакан, пол-литровый 40 рублей. Стоит кваса, ориентир такой. Ну, каково сегодня на Центральном пляже? Давайте с вами сейчас посмотрим. Сейчас как раз еще мы зашли на Центральный пляж в тот период, когда солнечная активность максимальная, четвертый час дня, и люди начинают приходить на пляж в большем количестве, где-то часов четырех. Кому-то нравится приходить с пяти часов. Что могу сказать по платной инфраструктуре пляжа? Аренда лежака на час 50 рублей, на день 200 рублей. Камера хранения также есть на пляже 50 рублей в час, 200 рублей в день. Но, кстати, вот нужно уточнять. В некоторых местах дополнительно может браться плата за зонтик. Посмотрим, какое сегодня море, какая сегодня водичка на Центральном пляже. Ну что, чистое, прозрачное. И смотрите, смотрите, сколько людей на Центральном пляже. 5 июля 2020 года. Людей на Центральном пляже полно. И вот могу вам дать один практический совет. Если вам не нравится, когда людей на пляже вокруг вас много, допустим, да? Ну, люди бывают разные, у всех свои вкусы. И вот этот участок Центрального пляжа, он один из трех участков наиболее посещаемых, наиболее людных в Центральном пляже. Если чуть-чуть 50 метров пройти в ту сторону, либо 50 метров пройти в ту сторону, вот нам машут, передают привет, да? Классный отдых, да? Все нравится, все путем. И если пройти в ту сторону 50 метров, то людей уже будет поменьше. То есть выбор остается исключительно за вами. Либо находиться здесь, либо пройти 50 метров, и там будет людей уже поменьше. Так что выбирайте. Водичка в этом году на Центральном пляже прямо-таки радует. Радует своей чистотой. Вот смотрите, в городе у нас была температура воздуха 33 градуса. Вышли на пляж, здесь легкий ветерок. Он не дает жаре разгоняться, и это сегодня очень кстати, потому что если бы не легкий ветерок южного направления, то здесь была бы жара уже, не скажем, не 29 градусов. Это достаточно нормально. А уже градусов 35. Ребята, сколько людей. Впечатляющее количество людей сегодня на Центральном пляже, как загорающих, так и купающихся. Очень много. Реально много. И сразу видно, что вот я каждый день прихожу на Центральный пляж, то с прямой трансляцией, то с репортажем, и каждый день я вижу, что людей становится все больше и больше на Центральном пляже. Это значит, что люди в Анапу постоянно сейчас пребывают. Каждым днем количество людей в Анапе увеличивается. Понесли пончики, 50 рублей пончик стоит. Смотрите, какой многолюдный пляж. Ну что, мы сегодня, интересно, найдем места, где людей поменьше, как я говорил. А то, что-то я смотрю. Вот уже сколько мы, метров 50 сейчас пройдем. Да, здесь людей поменьше, но ненамного. Это очень впечатляет. Люди, видите, заняли уже здесь всю территорию. И на лежаках платных, под Центрами тоже, смотрите, полно людей. Люди повсюду. Реально, курортный сезон в Анапе уже раскачался, разогнался, набрал обороты. И уже похоже на то, что было в прошлых годах. Все, уже не назовешь центральный пляж малолюдным, да, каким-то? Все, людей полно. Ну, замерим температуру воды в море, да? Сколько сегодня градусов? Заодно полюбуемся, понаблюдаем, как люди великолепно отдыхают здесь на стороне пляжа, загорают, купаются. Вообще, людей в море столько, что создается такое впечатление, что люди пришли, чтобы не только поплавать в море, но просто в море понакоиться. Они заходят, купаются, плавают, просто стоят, развлекаются. Вот дети полазят на горки надувные, прямо в воде, чтобы потом скопиться в воду. Пока аквапарки закрыты, это, пожалуй, одни из немногих горок, такие водные развлечения, водные аттракционы, которые доступны сейчас в Анапе. Минут пять держу термометр в воде возле самого берега на мелководье. Смотрите, 29,6. 29,5 градусов температура воды возле берега. Каково? Вообще, вот что значит, солнце начало припекать, и вода начала в море прогреваться, причем прогреваться конкретно. И она сейчас достаточно настолько такой комфортной температуры, что реально вот люди могут и по полчаса находиться в воде, и, наверное, кто-то, наверное, и по часу находится. То есть вот такой активный отдых на пляже получается, только не на суше, а уже непосредственно в море. Ну, классно, здорово. На спасательном посту рейд желтый флаг, значит, купание разрешено. Кукуруза на пляже по 100 рублей за качан, насколько мне известно. Вот смотрите, вот я как раз-таки про этот участок пляжа говорил, здесь людей поменьше. Сюда, конечно, идти не 50 метров, а метров 100-150. Оттуда, откуда мы зашли на пляж изначально. Но все равно, как видите, такие места есть, и можно найти, если прийти вот сюда, в район морского причала, можно найти место, которое вас наиболее устраивает, чтобы там не толпиться, возле выхода на центральный пляж со стороны улицы Гребенской. Но опять же, как вам нравится. Морские прогулки я узнавал. Вот здесь, кстати, их можно заказать. Стоит 700 рублей за полтора часа. Рейсы отправляются несколько раз в день с морского причала. И пойдемте еще зайдем на причал, посмотрим на водичку сверху. И заодно я еще раз измерю температуру воды в море. Что-то 29,6, то, что мы там измеряли, аж как-то прямо подозрительно. Вот я зашел, тут примерно уже сантиметров 40 глубины. На этой глубине я измерю температуру воды в море. Ну, а водичка вот такая. Дно, смотрите, просматривается. Прозрачность на достаточно высоком уровне воды. И водорослей почти нет. По минимуму, видите, маленькие какие-то кусочки водорослей плавают. И на этом все. В остальном морская вода чистая. Ну вот, друзья, смотрите. 29 градусов. Вот датчик термометра, смотрите. Уже не сказать, что прямо на самом мелководье, да? Но вот здесь 29 градусов температура воды. Вообще я очень удивлен, что такая теплая вода. 29, для тех, кто не знает, это достаточно тепло. 25 уже считается нормальная теплая вода. А 29 вообще, как говорится, вода, как парное молоко. Не знаю, как еще, с чем это еще можно сравнить. Прямо-таки идеальные условия для любителей морских купаний, для любителей пляжного отдыха. Проход на причал, смотрите, ограничен. Сюда можно пройти только по билетикам. И смотрите, сколько много людей наслаждаются морскими купаниями. Наслаждаются просто пребыванием в водах Черного моря. Ну классно же, да? Мне кажется вообще супер. Супер погода. Супер чистота морской воды. Супер теплая вода. 29 градусов. Ну все это. Я думаю, это вообще предел мечтания. Если температура воды в море будет выше, то, наверное, будет уже некомфортно купаться в море. Из-за того, что элементарно вода будет слишком теплой казаться. Чрезмерно и сгудочно теплой. Вообще. Нереально круто. Ну вот, друзья, мы с вами посмотрели, какая погода сегодня в Анапе. 5 июля 2020 года. Посмотрели замечательные, комфортабельные номера гостевого дома «Виват». Прошлись по улице Гербинской. Увидели, что на центральном пляже сегодня полно людей. И пляжный день отличный. Отличная пляжная погода. Жара не слишком сильная. И отличная, замечательная, теплая, чистая вода в море. Ставьте лайки этому видео. Пишите ваши комментарии. Делитесь этим видео в социальных сетях с вашими родственниками и друзьями. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Будем гулять по Анапе вместе. Желаю вам успехов во всех ваших добрых делах. Желаю вам придерживаться второго образа жизни. С вами был Максим Грушко. До новых встреч из солнечной летней курортной Анапы. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok